Друзья, приветствую вас, YouTube 24 канала, с вами я, Ирина Узлова, со мной Геннадий Гудков, российский оппозиционный политик. Геннадий Владимирович, здравствуйте, рада вас видеть. Да, Ирина, взаимно, и я также рад приветствовать всех, кто с нами будет сейчас в эфире. Хутор Дорогановка под Таганрогом, сейчас покажу вам кадры, там упал беспилотный летательный аппарат, цитирую, люди пришли тушат шлангами сами, потому что никто к нам не захотел ехать, валяется беспилотник просто на дороге. И жители Дорогановки ликвидируют своими силами падение беспилотника. Дальше видимы кадры из Трубчевска в Брянской области. Там беспилотник атаковал здание Министерства внутренних дел. Разрушена крыша, повреждены окна. Я напомню также, что видели мы последствия взрывов дронов Москва-Сити. И вот, в принципе, люди сами все ликвидируют. А что ж, так выглядит Геннадий Владимирович, что российская власть и верхушка уже не просто не может защитить россиян, а и не хочет. Ну, а что тут удивительного? В России известная фраза, она, правда, пришла от Ильфа Петрова, что спасение утопающих всегда является делом рук самих утопающих. Поэтому, что извините, ребята, под это никто не подписывался. Вас спасать там, что-то тушить пожар и так далее. Мы сможем приедем. У нас же, помните, знаете, там случай был дикий, по-моему, в Новосибирске, когда бывший там муж убивал свою жену, молодую девчонку. Три часа там жутким образом, медленно. Там соседи семь раз звонили, стучались, долбили. МВД так и не приехал. Он ее убил. Потом его, по-моему, освободили, отправили в Вагнер воевать. Вот, собственно говоря, это же типичная ситуация. Вся система правоохраны, так называемая, вся система защиты, она защищает только власть имущих. Население у нас совершенно не защищает. Население беззащитное. Оно должно рассчитывать на свои силы. Поэтому, да здравствует Ильфа Петрова своими спасением утопающих дел рук самих утопающих. После взрыва дрона в Москва-Сити Яндекс попросил сотрудников не приходить в офисы ночью. Говорит, не надо находиться в офисе в ночное время, с часу до 6.00. Ну, я напомню, что Украина живет в условиях комендантского времени за войны, которую Путин развязал против нас уже более полутора года. У нас комендантское время, везде оно разное, с 12 до 5 так точно. Ну, вот Владимир Зеленский говорит, война уже перебирается и возвращается на территорию России. Какие-то действия, кроме начальников Яндекса, будут или нет, в принципе, по защите Москва-Сити, самой Москвы? Понимаете, огромный город, там должна быть очень плотная система ПВО. Если дрон попадает в город, его уж там не собьешь. Нет, ну, может там это... У нас же, знаете, какая шутка сейчас в интернете, что Дмитрий Медведев сбил дрон украинский пустой бутылкой. Вот. Поэтому вот есть только что из рогатки, вот там сбивать или пустой бутылкой. Ну, я утрирую, конечно, потому что там радиолокационная проницаемость никакая. Поэтому надо до Москвы, а до Москвы нет никакой серьезной системы ПВО. Поэтому они спокойненько летят, облетают там те известные места, где какие-то стоят локаторы, где какие-то стоят пусковые установки. Ну, примерно вот так. Так что, как говорится, когда раньше не строили, а сейчас уже поздно. Насколько я понимаю, Москва-Сити – это вообще такое здание, которое позиционировалось как, мол, посмотрите, и вы там на Западе загнивающем, у нас тоже есть вот такое современное, крутое, там дорогие офисы. Я так понимаю, это один из самых дорогих объектов недвижимости. Действительно ли это так, что мы должны понимать об этом здании? И тогда, если это действительно настолько крутые помещения, то и репутационный удар насколько велик, когда дроны прилетают вот в такие места. Да, да, еще и к тому же, напомню, там офисы трех министерств. Я много раз, конечно, бывал в этой, кстати, я, правда, не бывал в этой башне, по-моему, я в Велине недавно относительно. Встроено там всякие рестораны, 60-й этаж, 90-й этаж и так далее. Конечно, это дорогая недвижимость, конечно, она построена как витрина московской деловой активности. Это действительно там шикарные лифты, хорошие подъезды. Правда, там сквозняк жуткий. Но это, как говорится, побочное явление, потому что никто не считал, что будет с ветрами. Это у тебя просто сдувает, когда ты входишь в это в сити. Есть места, где ветер постоянный, очень сильный. Но это, как говорится, не так страшно. А вот то, что прилетают дроны в престижные места, это, по сути дела, центр Москвы, но близко к центру. Это Краснопресненская набережная, там все выставочные центры и так далее. Это, конечно, такая деловая центральная... Деловой центр, деловое сердце Москвы. Вот туда пролетели дроны. Удар по имиджу, удар по престижу, конечно, серьезный. Является это военным ударом. Я думаю, никто и не преследовал такую цель, нанести военный ущерб. Преследованный цель, нанести морально-психологический удар. Это удалось. Насколько сильно этот морально-психологический удар бьет по населению той же Москвы? Но мы видели разные реакции, то, что мы видели в интернете. Если вы, возможно, общаетесь с теми, кто там прибывает, как они на это все смотрят вообще? И как это повлияет в будущем? И вызовет ли какие-то действия со стороны населения? Со стороны населения действий сейчас никаких невозможно. Потому что население подавлено, задавлено, разогнано по щелям, лишено СМИ, лишено гражданских структур, партии и всего. То есть гражданское население полностью дезорганизовано и подавлено гигантской армией репрессивной машиной, которую создал Путин, в составе почти чуть ли не полтора миллиона человек. А вот что думают те, кто, скажем так, имеет власть, деньги и так далее, влияние? Я думаю, что они, конечно, это первое слово, которое хотел бы сказать, хоть оно и не парламентское. А второе, они начинают думать, а что вообще делать? Какой выход из этой ситуации? А выхода, в общем, по большому счету, нет. У них нет. То они были всем, они жили прекрасно, они там куда хотели ездили, с кем хотели встречались. А сейчас полный облом. И, естественно, эти люди начинают серьезно задумываться. Это мы точно знаем, что они серьезно задумываются, в том числе о кое-кого от них самих. Вот, поэтому, естественно, такая ситуация, она для Путина неприятная. Но так как он не заботится уже о своей репутации, он уже понимает, что репутации у него нет, не будет. У него сейчас одна задача – не проиграть войну позорнейшим разгромом. Это для него главная сейчас задача, и он пытается ее решать. Все остальное вторичное, там, тушение пожаров, помощь населению, морально-психологический эффект от всяких прилетов дронов – это для него вторичное и даже третичное. А как вы думаете, Игнарий Владимирович, вот эти, которые задумываются, но мы уже не первый раз говорим, что они задумываются, они продолжат ходить на дорогие обеды, ужины в Москва-Сити, на встречи офисные там или уже будут искать и здания попроще, и места побезопаснее? Ну, я, знаете, вот эти места, вот, если мы берем там всякие вот эти рестораны, прочее, прочее, я как-то, была у меня там встреча с одним известным банкиром, вот, я говорю, слушай, я тут первый раз, он говорит, да я тоже первый раз, но, говорит, сюда москвичи не ходят, я говорю, почему не ходят? Ну, это же для туристов. Приезжают туристы, забираются на 60-й этаж, там называется ресторан «Сыксти», потом открылся ресторан, по-моему, в 88-м или 90-м этаже. Это туристическое место, они приезжают, чтобы посмотреть, выграфироваться и сказать, папа, мама, я был здесь. Там Киса и Оси были тут, да, как известный, так сказать, сюжет, фотоснимка. Поэтому, говорит, там москвичи-то особо не ходят. Ну, в офисах работают, в офисах работают. Но офисы там с 9 до 6, а дроны пролетают чуть позже. Поэтому вельно никому не перерабатывать, смысла все равно никакого нет. Будущего в России нет, по крайней мере, в этом формате вместе с Путиным. Ну, поэтому что перерабатывать, что надрывать пупоккой. Закончил в 6, иди домой. Пролетел дрон, ну, ничего, там фасад отремонтируют, пожар потушат. Придешь там, будешь работать в другом месте какое-то время. Не, ну, я так утрирую, конечно, все. Но вот я не думаю, что туда не вообще ходили крупные предприниматели, бизнесмены. Ну, в офисы еще днем ходят, а уж в ресторан точно они выбирают другие. Может, они вообще будут выбирать и места для проживания в другие города? И убегать куда-то из России? Они бы рады выбрать другие страны, но сейчас уже не у всех это получается. Все, кто может уехать и хотел бы ехать, они сейчас изыскивают такие возможности. Куда угодно едут. И едут и в Абу-Даби, и едут в Болгарию, и едут в те страны, которые еще там не вошли в Евросоюз, если они присоединились к санкциям, куда только не едут. Где-то меня поразила цифра, сейчас я вспомню, какая же страна. То ли Вьетнам, то ли какая-то еще. Я когда там прочитал цифры, 776 тысяч россиян приехали, я, честно говоря, присел, потому что, ну, как бы, вот в страну там, ну, ездило, может быть, 1030-40-50 от силы. А чтобы там 776 тысяч, да, россиян приперлось с начала войны, это, конечно, очень круто. Это в одну страну? Какая-то азианская страна, вот что-то типа Вьетнама. И это только в одну страну мы говорим о 776 тысячах? Да, только в одну страну, да. А известно ли какие-то еще более крупные цифры? И, как вы думаете, вот это расширение законодательное о призывном возрасте, оно тоже вызовет волну, пока еще успевают уехать? Ну, кто успевает, уезжает, такой большой волны нет. Я же, мы с вами, по-моему, рассказывали в прошлый раз нашим зрителям, что пока на сегодняшний день Кремль идет по пути заливания процесса мобилизации деньгами. Мы с вами говорили о огромных подъемных, которые получают люди, о большой зарплате, которая постоянно увеличивается. И просто, так сказать, в вездесущей рекламе, типа, если ты не мужик, вернее, ты не мужик, если ты не служишь в армии и не подписал контракт. И, как говорится, весь подъезд, вся деревня говорит, Вася, подписывай, Вася, иди. Потому что все проблемы решаются, особенно в регионах, где люди получают 25 тысяч рублей в месяц. И бабушкины пенсии. Вот на этой все живут большой семьей. Поэтому вот эта нищета, она помогает Путину вербовать пушечное мясо на фронт. И они пока принудительны, вот когда хватает, тащат за руки и закрывают в военкоматах, а потом принудительно отправляют лагеря. Пока этого нет. Это не означает, что это не будет в будущем. Это совершенно не означает, что этого не будет в будущем. Но вот пока этого нет. И они пока уповают на эту финансовую мобилизацию, компенсацию, финансовую оплату тех, которые готовы идти на войну, убивать украинцев. К сожалению, вот это я так говорил. Поэтому, но они, безусловно, все равно на всякий случай, если кончится пушечное мясо за деньги, тогда они будут набирать пушечное мясо принудительно. И они на всякий случай для этого готовят и законодательство, и условия, и базу данных, и военкоматы. Вот сейчас новая поправка к закону прошла о том, что те, кто получил повестки в реестре повесток, не знают, что ты их получил. Вот в реестре есть повестка там на Васю Пупкина условного. Вася об этом может и знать, не знать. Но в этот момент уже его данные поступают на пограничную службу. И он уже не может уехать из страны. И введен запрет на выезд. Железный занус, по-моему, с 1 января 2024 года, ни один военнообязанный, на которого там, может быть, повестка какая-то выписана никуда, выехать не сможет. Я думаю, что в конечном итоге закроют выезд практически всем военнообязанным. Женщинам, мужчинам, в общем-то. Я думаю, что там будет не слаб. Население к этому готовит, что мы, типа, находимся в состоянии войны с Западом. Они хотят сейчас, по всей вероятности, обострить отношения с Польшей, с Витвой. Какие-то организовать провокации вот этих останков Магнера. Из останков Магнера собирают такие вот группы провокаторов. Ну, словом, что-то вот такое происходит. Поэтому пока, наверное, принудительной мобилизации не будет, но к ней все готовится. Кстати говоря, об останках Магнера. Пригоджин там дал исчерпывающие, как сказали его помойки, телеграм-каналы, приближенные к нему комментарии, во избежание спекуляций, слухов и, возможно, неверного понимания их деятельности. Ну, он говорит, группа Магнера продолжает свою деятельность в Африке, а также будет продолжать в подготовительных центрах Беларуси. Мы знаем, что в Польше действительно обеспокоены вот этими подготовительными центрами и теми сотни или сколько там, которые прутся в сторону Варшавы. Понятно, цифра небольшая, но все-таки вы думаете, вот какие-то такие грязные провокации, делишки эти ходоки будут организовывать? А для чего они еще нужны там в Беларуси? Больше ни для чего. В военном плане сейчас уже ничего из себя не представляет. У них говорят, что они не успели отобрать какой-то один БТР или БМП, не знаю. А больше у них ничего нет. В военном плане они из себя сейчас уже ничего не представляют. Никакого путь, чего они организовать не смогут. Поход на Москву им не под силой. А вот гадости, падкости, провокации, те люди, которые желают вернуть к себе былое расположение, или, по крайней мере, более-менее нормальное, я думаю, что они к этому готовятся и готовы. Так что мы с вами можем в ближайшее время увидеть какие-то неприятные, обостряющие ход ситуации вот этой войны и прочее, обостряющие провокации на различных границах. А я просто не вижу никакого иного смысла там находиться в Беларуси. Тут же должен, по идее, Лукашенко предполагать, что его тоже, извините, замочат. При какой-то не очень для него счастливый день. Вот. Поэтому я думаю, что там сильно-то он их держать не будет долго. На какое-то время там, когда часть отправить в Африку, часть отправить на провокацию на границе. А когда говорят, что Путин и Лукашенко хотят организовать эту провокацию для того, дабы опять прощупать, какой будет реакция Запада, стран НАТО, а зачем им это прощупывание? Чтобы дальше пойти к какому-то очередному шагу? А тогда к какому? К ядерному шантажу, к приготовлению. А что у них еще? У них больше ничего в меню нет. У них все меню исчерпано. Вот осталось только одно блюдо, ядерный шантаж и возможность, скажем так, приготовления, применения тактического ядерного оружия. Собственно говоря, все. Больше у них ничего нет в запасе. Вчера Медведев, когда поздравлял с днем военно-морского флота, то он одним предложением там поздравил, а вот остальную часть своего убогого очередного пассажа в Телеграме присветил как раз опять ядерному шантажу. Там указ какой-то Путина 2020 года припомнил. Вбрасывает так же это в этом же контексте снова? Или просто пока это пустое сотрясание воздуха? Нет, я думаю, что раз его никто не одернул, раз никто его там не поправил, никто не попросил его заткнуться, значит, он делает то дело, которое, ну, по крайней мере, вызывает позитивную реакцию в Кремле. Ведь Кремль ни разу не дезавуировал о том, что там Медведев несет от себя. Ведь Медведев там не Медведев, мало того, что он бывший президент, все-таки там, пусть он подогрев сидений, Медведев президент, но тем не менее, все-таки, и еще он занимает должность там, понятно, Дембельский аккорд, замсекретаря Совета Безопасности, это, в общем, должность ни о чем, но все-таки это все равно должность Совета Безопасности России. И он не может нести от себя. Он должен этот вопрос согласовывать с своим начальством. Если уж он подписался под должность зампредседателя Совета Безопасности. Поэтому, раз его никто не отдергает, значит, они всерьез хотят вот эту тему ядерно-машантажа развивать дальше. Геннадий Владимирович, Путин очередную ахинею нес после встреч с теми главами африканских государств, которые удосужились, там их 17 штук, около того, приехать на этот форум, на саммит Россия-Африка. Среди прочего он уже традиционно похоронил 158-й раз украинское контрнаступление. Он его хоронит, но почему-то о нем продолжает говорить. Это, конечно, поражает. Просто сказал, что он с детства за переговоры, а злобный Запад и киевский кровавый режим просто этого не хотят. А он хочет для... Ну и помимо остального прозвучало, конечно, что Запад виноват в войне. Но то, что мы уже слышали. Для чего он сейчас так активно, как вы думаете, постоянно хоронит и заканчивает украинское контрнаступление и опять начал вот эту шарманку о выклянчивании переговоров? Ну, боится поражения военного. У него сейчас пока еще подконтрольны там десятки тысяч квадратных километров украинской территории. И он на этот момент хотел бы заморозить конфликт, заморозить ситуацию, затянуть, начать переговоры, затянуть их и сказать всему населению России и всем своим упырям товарищам, которые там из Африки к нему приезжают или там министров он своих посылает, типа там Шойгу, Калининг и так далее. Сказать, ребята, я всех сделаю. Смотрите, все они со мной переговариваются, все они со мной договариваются. Вот так вот надо. Надо по-пацански терпеть, действовать, проявлять жесткость. Они все боятся. Они там никакие все. Они утратили все эти качества воинов. Они стали уже абсолютными, так сказать, там слезняками, которые не способны противостоять нашей военной силе, нашей военной воле. Но что-то вот такое он хочет сказать. И для этого ему нужна заморозка конфликта. А этого пока не происходит. А так как все равно там идет наступление, пусть там медленько-медленько, на ноги идиоты постоянно украинских вооруженных сил, он, естественно, запереживал, что будет какой-то серьезный успех, будет перерублен какой-нибудь коридор, будут отрезаны войска, будет блокирован Крым. И в этих условиях-то навязывать условия, в этой ситуации навязывать свои условия, на переговорах уже совершенно будет невозможно. Сейчас еще можно поторговаться. Сейчас еще можно поторговаться и миром, и с Украиной, украинскими же территориями, как говорится, без ущерба для своего внутреннего. А если что-то произойдет более такое неприятное на фронте, торговаться уже будет нечем. Поэтому тут желание-то его понятное. Дайте мне возможность заморозить конфликт и сказать всем, что я победитель. И вступайте со мной в переговоры. Просите меня, чтобы я вам чего-нибудь отдал. А еще так интересно спросили там Путина во время этой, ну, они называют это пресс-конференцией, но мы понимаем, что вопросы, конечно, там наверняка продуманы заранее. Как всегда спросили, каким он видит будущее России после победы над Украиной. Ну, наверное, кто-то в это верит, пропагандисты. А Путин сказал, не надо забегать наперед. То есть он такие владеет реальной ситуацией? Ну, у него просто нет никакой картины будущего. Поэтому он не хочет забегать вперед. Он же понимает, что все это закончится плохо. Наверное, где-то в глубине души своя он это понимает. Он просто не хочет это признать. И главное, не хочет показать своей челяди придворной, чтобы она его не провала, как тузик грелку, раньше времени. Что он лузер, что он проигрывает войну. Поэтому он будет до конца делать вид, что все хорошо. Даже если у него будут полные штаны, он будет делать вид, что с ним все в порядке. Политехнологи с администрации президента, ну, по крайней мере, Медуза об этом пишет, что пообщались с ними, говорят, что Путин хочет нарисовать себе 80% поддержки на выборах 2024 года. Но они там с матами беспокоятся, разговаривая с Медузой, что на фоне атак беспилотников по Москве. Говорят, а потом там за месяц прилетит по Крымскому мосту, по Керченскому. Ну, они такие, конечно, оптимисты. Думаю, что туда гораздо раньше прилетит. И говорят, вот это, наверное, нам немного усложнит процесс вот этого рисования 80%. Насколько действительно вот этот ущерб репутационный вот такими атаками будет эффективен и будет воздействовать на остатки репутации Путина? И как же с чем тогда действительно рисовать 80%? Ирина, ну, если бы я вас не знал, мы с вами не работали уже много месяцев, я бы думал, что у меня троллики. Ну, какие выборы, что там, какой имидж, какие пролеты? Ну, о чем мы говорим? Ну, все равно все будет нарисовано, все равно все будет написано. Не важно, кто как придет, кто как проголосует. Важно, что скажет продавшая себя с потрохами всю свою совесть, всю свою биографию Элла Памфилова. Это же отвратительнейший тип, который там сидит в центре сберкоме, способный на любое преступление. Человек, для которого нет ни одного приказа, который он не способен не выполнить. То есть любой приказ выполнит, даже самый криминальный, самый преступный, самый постыдный, самый отвратительный. Ну, посмотрите на ее рожу, уж извините за выражение. Но это же ужас. Я же ее знал еще в лучшие для нее времена. Это же просто потрясающая деградация личности, потрясающая, выдающаяся. Учебники по психиатрии, по, я не знаю там, по каким еще наукам, когда человек, так сказать, деградирует, надо писать. Прямо на ее теме докторские диссертации защищать. Как может человек деградировать и потерять все свои человеческие качества? Ну, по Путину и по Элла Памфиловой. Два таких очень ярких персонажа. Я думаю, что прямо можно писать учебники и защищать докторские диссертации. Конечно, выборы любые нарисуют. Что там 80%? Нарисуйте 146. Господи. Что там вы дергаетесь? Скажите, или она вам нарисует 146, 246, 346. Любую цифру задайте, и она все вам сделает. Но люди же могут все-таки не поверить в это. А кто верит-то в это? Вот и они сейчас не верят в это. И что? Для тех, кто верит, у нас есть, так сказать, пропаганда. А для тех, кто не верит, у нас есть огромные репрессивные машины. Не верьте. За вами придут. Придут за всеми, я так понимаю. И сейчас активно. А Путин сидит и говорит тоже на той же пресс-конференции. Говорит, нет, у нас не 37-й год. У нас 2023. Просто у нас военная ситуация с соседями напряженная. Путин отрицает. Говорит, никого не задерживают. Ну, господи. Путин уже забрался до такой степени, что ложь для него выглядит естественной и правдой. Ну, посмотрите на его рожу. Когда там криканье кривляется вместе с Лукашенко, Лукашенко чего-то там начинает рассуждать, какие-то дикие веси. Пургу несет. А Путин при этом так довольно ухмыляется, что, ну, вот и видно, что Саша не подвел. Саша правильно сказал. Вот как я Саше велел, так Саше и озвучил. Да еще добавился, так сказать, да еще усы топорщит, чтобы, так сказать, это все казалось более достоверным. Но они же совсем забрались. У них же никакой совести нет. Они же что угодно. Они же за демократию и за свободу. Вон, посмотрите, что там несет пресс-алкаше МИДа нашего, Захарова. Но, оказывается, она уже договорилась до того, что мы защищаем свободу демократии в мире. Да. Это вот я не шучу. Да, мы слышали, да-да-да. Послушайте, вот ее бредни. Ну, вот я думаю, что второй дрон был сбит пустой бутылкой Захаровой. Если первый, этот самый Дмитрий Анатольевич сбил пустой бутылкой дрон, то второй, это Мария Захарова, чувствуется. А может, они там на пару выпивали. Василий. Видите, какие они эффективны и на дипломатическом, и на настоящем фронте. Просто не дожди взять. Боевые кони, да, Путина, да. Или боевые псы. Я не знаю, кого там они напоминают. Каких-то боевых выхухолей. Боевой конь это Лавров, по всей видимости, да. А эти со своим грустным лицом, именуемым лошадью. Ну, вот так. Ну, люди, они как выглядят, а главное, то, что они делают, собственно говоря, на это они заслуживают в описании. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин, тоже фамилия у него колоритная, конечно, прибыл с официальным визитом в Веран. Что-то разъездились они в Шойгу в Корею. Этот Веран собирают, да, оружие, по всей видимости, а может, и людей еще каких-то. Конечно, конечно. Ну, а что они еще могут делать? Они же понимают, что дни сочтены. Что режимы их натрещат по всем швам. Но надо как-то попытаться продлить свою агонию. Как это раньше было. Они говорят, вот Гитлер сидит в бункере, оттягивает свой конец. Вот сейчас свой конец в бункере оттягивает Путин. По-моему, Лукашенко еще не сел в бункер, но уже к этому все готово. Так что будут сидеть и оттягивать свой конец, а их министры будут ездить для того, чтобы в оттяге их как следует пытаться покупать оружие и обретать союзников среди стран изгоев, среди стран, как называется, ось мирового узла. Вот весь их удел. Я сейчас еще в Геритрею поеду, потом где-то наркотат у нас торгуется. Надо им туда куда-нибудь в Вене и Бесау пополнить запасы кокаина. Все вот так полегче будет немножко. Вот поэтому что, нет у них никаких других адресов. Вот они все, какие есть, такие остались. Упыри либо в Африке, либо упыри в Азии. В других частях света их уже не ждут. А вообще эта ось упырей, на самом деле она сильно опасна? Но все равно это какое бы там ни было оружие, но есть его. Опасно. Она опасна тем, что в случае, если Путину дать возможность выйти, хоть малейшим образом из этой ситуации, сохранив власть, то все кинцы сейчас делают ядерные бомбы. Потому что оказывается, что если у тебя есть ядерные бомбы, ты можешь диктовать миру все, что хочешь. И все кинцы делают ядерные бомбы. Они народом кормить не смогут, а дети обуть его. Они об этом и не думают. А вот ядерные бомбы они будут делать. И раз ядерные бомбы будут сделаны, они будут обязательно применены. Сейчас-то уже не пять государств владеет ядерным оружием. И то существует большой риск ядерной войны. А если их будет 20-25 стран, ну может представить, насколько возрастет риск ядерной войны. Нельзя, ни в коем случае Путину надо оставлять у власти, ни в коем случае нельзя давать им побеждать. Это будет фатальная ошибка, мировая фатальная ошибка. Это будет хуже соглашения Мюнхенского сговора. 1938 года и пакты Молотова-Риббентрова о разделе России между фашистским рейхом, не нацистским рейхом, а фашистским сталинским режимом. Надеемся, Геннадий Владимирович, что и мир это понимает и будет более решительным в своих действиях касательно разного рода и провокаций, и шантажа Путина, который, как мы видим, вообще не прекращается, а только лишь набирает обороты. Когда видит он, что все дозволено, то, в принципе, идет и дальше. Спасибо вам огромное за этот разговор, Геннадий Владимирович. Спасибо, что находите время. До новых встреч в нашем эфире. Всего доброго. Геннадий Гудков, российский оппозиционный политик. Друзья, с ним говорила я, Ирина Узлова. Если вам понравилось, поставьте, пожалуй, столать нашему разговору. Подписывайтесь на наш YouTube 24-го. Приходите к нам еще. Верьте в себя. Вооруженные силы Украины победим.